Жилищно-коммунальное хозяйство Брестской области – лидеры республики по многим показателям. А потому руководителям отрасли есть что показать, гостям на что посмотреть. Поэтому начали выездное заседание не с критики, а с экономически успешных примеров. В этот список вошла котельная номер один с автоматизированной подачей топлива. На объекте работают всего два человека, что в итоге заметно сокращает расходы и делает возможным дальнейшую оптимизацию системы водоснабжения. Благодаря этой котельной мы снизили потребление газа на 20%. Раньше отопление, горячую воду городу Малорита давала котельная на работающее топливо газ. И еще отопление, горячую воду давали три котельные. Вот эти три котельные были ликвидированы, вместо них работает одна котельная. Наряду с положительными моментами в работе ЖК Хабрестской области есть и отрицательные. И по словам специалистов, они характерны для всех регионов страны. Состояние жилищного фонда, которое явно оставляет желать лучшего, необоснованно большой штат сотрудников. Сегодня эти и другие проблемы требуют решения. Прежде это структура управления организациями. Она даже в пределах нашего региона неоднородна, то есть где-то не в полной мере соответствует законодательству и требует определенной оптимизации. Есть предприятия, которые дублируют функции друг друга, и тем самым где-то это влечет в необоснованное расходование бюджетных средств. Есть определенные несоответствия в системе нормирования как численности, так и объема выполнения их работ предприятиями жилищно-коммунального хозяйства. Кроме проблем и достижений в сфере ЖК Хабрестской области, особое внимание рабочая группа уделила первым итогам экономического эксперимента на Брещене, а именно ликвидации перекрестного субсидирования. Новый тариф был призван снять экономически необоснованную нагрузку с предприятий, тем самым облегчить им жизнь и сделать конкурентоспособными. Вместо перекрестного субсидирования пришли планово-расчетные цены, а разница теперь оплачивается не за счет предприятий, а из областного бюджета. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства продают населению воду, утилизируют мусор, тепло и другие коммунальные услуги. При этом население платит тарифы, которые утверждены правительством. Разницу доплачивает сегодня бюджет. Если мы снижаем при этом себестоимость той или иной услуги, то вся экономия средств остается в распоряжении предприятия ЖКХ. И таким образом появляется экономическая заинтересованность предприятий ЖКХ в эффективном хозяйствовании, то есть снижать затраты, снижать себестоимость. Итоги эксперимента за первый квартал говорят о том, что коммунальники предприятия брещены на правильном пути. Положительным примером отказа от перекрестного субсидирования является опыт совместного предприятия «Санта-Бремор». Ликвидация экономической нагрузки позволила компании пустить деньги на модернизацию производства, а также на материальное стимулирование своих работников. Более прозрачное формирование себестоимости выпускаемой продукции за счет снижения тарифов по отводу воды и по ее подаче Брестским водоканалам позволило снизить уже в первом квартале текущего года затраты предприятия операционной, связанной с выпуском продукции, примерно на 150 тысяч долларов США эквиваленте. Более того, ожидание по этому году, если сохранится действующая система ценообразования по данным услугам, которые оказывает система водоканал, приблизится примерно на уровне 1,2 млн долларов США. Возникает резонный вопрос, а есть ли минусы и переходы на новый тариф? Единственной ложкой дегтя стала некоторая неготовность областного бюджета к сегодняшним реалиям. Задолженность появилась, но к маю текущего года ее планируют погасить. В целом эксперимент можно назвать удачным. Поэтому не исключено, что эта схема работы уже в будущем году распространится на все регионы страны.